Первый на прием к Александру Быканову, начальнику социального управления ГОКа, приходит Галина Платонова, завуч 2-й коррекционной школы Железногорска. До Нового года всего ничего, и педагог интересуется, смогут ли попасть на традиционную благотворительную елку, организуемую комбинатом их ученики. Смогут, да еще и сладкие подарки от Деда Мороза получат. Впрочем, как и еще 500 приглашенных детей, но коллективу школы всегда есть за что сказать спасибо своему депутату. В выполнении ремонтных работ помогают. Вот буквально недавно нам помогли, оказали помощь в проведении системы связи в ремонте, которая необходима нашей школе. Нина Федирка – пенсионерка. Ей необходима материальная помощь в установке газового счетчика. Без него плата за голубое топливо слишком накладна для кармана пожилой женщины. Вопрос планируется решить в ближайшее время. Как правило, анализ показывает, что большей долей приходится это адресное обращение граждан, избирателей по поводу оказания материальной помощи. Она, допустим, это просьба или просьба, они имеют широкий диапазон. Как правило, это обращение людей пожилого возраста, пенсионеров на лечение, на медикаменты, в трудной жизненной ситуации. Депутаты-горники прием избирателей и работу с ними ведут системно, потому им хорошо знакомы и понятны заботы и чаяния людей, трудности с которыми сталкиваются социальные учреждения, больницы и школы в их избирательных округах. За последний год особенно актуальной и значимой для многих железногорцев стала тема капитального ремонта. Депутату и главному врачу санатория Горняцкий Борису Сорокину она известна не понаслышке. Этим летом на территории его округа велись десятки капремонтов. Старшая по дому на улице Октябрьской Тамара Немешаева приводит наглядный пример. До ремонта крыша текла в двух квартирах, по его завершению в пяти. «Сделан» называется так, как говорится, простите за выражение, «сделан». Потому что недоделков очень много. Но их устраняют или еще? Устраняют. Постепенно. Вот сейчас взялись за то, чтобы устранять, когда уже морозы, ни на крышу не залезть. Слаженная совместная работа и ресурсы компании «Металл Инвест» помогают депутатам выполнять большинство наказов избирателей. Есть у депутатов-горняков и понимание, как наладить контроль за работой регионального оператора капремонтов в Железногорске. На данный момент решается вопрос о том, чтобы в те комиссии, которые будут вести приемки именно этих зданий, сооружений после капитального ремонта, ввод их в строй, обязательно присутствовали работники администрации города Железногорска. Сейчас законодательство таковое, что вы слышали. То есть жители, допустим, ТСЖ, жители дома, они также общим собранием подписывают, пропустить, не пропустить. Но опять же, сегодня там две бабушки сидят на скамеечке, и они вроде бы их все устраивают, но они же о многом не знают. А в конечном итоге все равно, все мы едины, мы живем в одном городе. Естественно, что администрация потом, после этих нерадивых ремонтников, строителей, которые сделали плохо свою работу, начинает устранять какие-то замечания, то есть то, что, скажем так, они не должны делать. Личный прием железногорцев депутатами городской думы продолжится до середины следующей недели.